Приветствую вас на своем канале! В сегодняшнем видео мы с вами свяжем вот такую замечательную жилеточку, которую можно связать для мальчика, так и для девочки. Я выбрала средний контрастный узорчик, который, исходя из цвета пряжи, можно, скажем так, варьировать либо девочке, либо мальчику. Также, смотря от того, кому вы вяжете, можно украсить. У меня, допустим, жилеточка для девочки рассчитана на один годик по окружности груди 50 см. По высоте жилетки от начала вязания до плечевого скоса 31,5 см. Высота поройной у меня 12 см. Исходя из своей пряжи, плотности вязания и номера спиц, у меня ушло на данную жилеточку где-то порядка 130 грамм. Если же вы будете вязать однотонную, то, соответственно, рассчитывайте, что уйдет больше одного мотка. Я, допустим, комбинировала с белым цветом, так как у меня, скажем, всего один моток розовенького цвета был. Но, как на мой взгляд, получилось довольно-таки симпатично. Можете, конечно, сделать поуже полосочки, можете пошире, можете сделать всего однотонную, скажем так, жилетку. В принципе, что хочу сказать по поводу жилеточки. Если будете вязать для мальчика, то обязательно в конце видео, где мы будем сшивать горловину, вы правильно сшейте, чтобы доминирующая сторона у вас была как раз-таки правая, то есть левая, если вы, скажем, на себя будете смотреть. Вот, и, конечно же, кто хочет связать поменьше, либо побольше, я вам сейчас расскажу, как правильно сделать расчеты для нужного размера. Расчеты по данному узору, на самом деле, очень простые. Так как у меня размер достаточно маленький, то я буду вязать жилеточку без ростка. Если хотите, можете от проймы добавить 10 рядочков, связать спинку выше на 10 рядочков, чем перед, вот вам и будет росточек. Я буду вязать абсолютно две одинаковые по количеству петель части, это спинка и перед, а затем просто их сошью. То есть я сделаю такой вот самый-самый простой вариант. Связав образец спицами и пряжей, которыми буду вязать в дальнейшем, я определила, что у меня в 10 сантиметрах по ширине в данном обраце 22,5 петли. То есть я пишу, что 22,5 петли у меня в 10 сантиметрах по ширине. По высоте у меня уместилось 6,5 рапортов узора. В одном рапорте узора 4 ряда. То есть, соответственно, я умножаю 6,5 на 4, получается 26 рядочков у меня высота данного узора в 10 сантиметрах. Если мы сейчас 22,5 петельки по количеству в 10 сантиметрах поделим, получается на 10, то получим 2,25 петель в одном сантиметре. То есть в одном сантиметре мы имеем 2,25 петель. Теперь у меня окружность груди ребенка 47 сантиметров. Ну, где-то там 46,8, вот порядка 47 сантиметров. К этим 47 сантиметрам я добавляю 3 сантиметра на облегание. Получается 50 сантиметров по окружности груди. Окружность груди я делю на полуобхват, то есть делю на пополам. И получается, что полуокружность груди у ребенка 25 сантиметров. Теперь эти 25 сантиметров я умножаю на количество петелек в одном сантиметре. То есть умножаю на 2,25 петли. 25 умножаю на 2,25 петли в одном сантиметре. И получаю 56,25, если не ошибаюсь. И так как у меня узор, скажем так, должен делиться на 2, плюс петля симметрии, соответственно, нечетное количество петель. 56 как бы делится на 2, но так как здесь есть сотые, я округлю до 57, так как, еще раз повторюсь, нужно нечетное количество петель. То есть 57 петель. Плюс к этим петлям я добавлю 2 петли кромочные, за которые я потом буду сшивать спинку и перед. В итоге получается у меня 59 петелек, что, соответственно, нечетное количество раз. То есть четное количество плюс петля симметрии, в итоге нечетное количество. Плюс 2 петли кромочные, которые потом по ходу, скажем так, сшивания боковых швов у меня сократятся. То есть у меня по итогу получится 25 сантиметров, нужные для полуобхвата груди. То есть для начала нам нужно набрать как на спинку, так и на перед 59 петель. Как я вам уже говорила, спинка и перед у меня будут одинаковые по ширине. Соответственно, это нужно для обхвата груди 47-50 сантиметров. Так как у меня ниточка достаточно хорошо тянется, то я думаю, что ребеночку будет до 50 сантиметров по обхвату еще достаточно. Вы смотрите на свой обхват груди, на свои сантиметры, то есть сколько у вас петелек в одном сантиметре. Умножаете петельки на полуобхват, получаете сколько петель вам нужно набрать для спинки и сколько петель нужно набрать для переда. По желанию вы, конечно же, можете вязать по кругу, скажем так, до проймы, спинку и перед вместе. То есть вязать полностью 59 плюс 59 петель, но учтите, что это с кромочными петлями, то есть 57 и 57 для обхвата груди 47-50 сантиметров. Это если вы хотите вязать круговую. Я буду вязать отдельно, я вам покажу самый простой способ жилеточки на возраст, еще раз повторюсь, где-то приблизительно 1 год. Вы уже ориентируясь на это, вяжете для нужного возраста для вас. Для вязания нам понадобится пряжа. Я буду использовать чистую акриловую пряжу от фирмы Ланосо Массел Бэби Антипилинг. Более подробно об этой пряже вы сможете посмотреть в отдельном видео. Ссылочку смотрите ниже в описании под этим видео. Номер 3,5 спицы носочные и прямые. Прямыми мы будем вязать основное полотно, носочными будем обрабатывать горловинку и проймочки. Также нам понадобится крючок, ножнички, возможно вам понадобятся маркеры, либо булавочки. В принципе, конечно же, нам понадобится ваше хорошее настроение. Мы начинаем вязать. Так как для вязания жилеточки нам нужно около 140 грамм пряжи, то вам понадобится либо розового полтора моточка, либо можете комбинировать с другим цветом. У меня это белый цвет, я буду комбинировать, так как у меня всего лишь один моточек розового. По ходу вязания переда. Для начала вязания отступаем от края моточка где-то метр и начинаем набирать 57 петелек. Начальные две петли я набираю на одну спицу, затем приставляю вторую и набираю еще 55 петелек. Я набрала на одну спицу начальные две петли для того, чтобы не был растянутый краешек у изделия. И сейчас продолжаю набирать 57 петелек в общем количестве. Почему мы оставили ниточку вот здесь вот лишнюю? Для того, чтобы потом ее смотать, прикрепить булавочкой и в дальнейшем нам не пришлось привязывать краешек ниточки для того, чтобы шить боковые швы. Мы вот этим вот кусочком ниточки потом сошьем боковые швы жилетки. После того, как набрали нужное количество петелек, я смотала ниточку и закрепила ее булавочкой для того, чтобы она нам не мешала в работе. Вытаскиваем свободную спицу, на которой нет начальных двух петелек и начинаем вязать первый ряд. Первый ряд у нас очень простой. Мы сейчас начнем формировать резиночку один на один. Для этого я первую петельку вяжу лицевой. Хоть она у нас и кромочная, но в первом ряду я ее провяжу лицевой. Затем я продолжаю чередовать. Изнаночная лицевая петля, изнаночная лицевая, изнаночная и так далее. Чередуем до конца ряда. То лицевая петля, то изнаночная. Для тех, кто не знает, как вязать резиночку один на один, я рекомендую вам посмотреть отдельное видео, для того, чтобы в дальнейшем у вас не возникло вопроса. Довязав до конца ряда, последнюю кромочную петлю я буду вязать всегда изнаночной, независимо от того, какой была предыдущая петля. Поворачиваю на второй ряд и в дальнейшем объясню, что второй ряд это у нас будет лицевой ряд. То есть все четные ряды, которые будут делиться на два ряды, будут у нас лицевые. Потому что при наборе я хочу, чтобы вот эта косичка красивая была у нас с лицевой стороны, а вот такая вот рубчиками сторона была у нас изнаночной. То есть просто эта сторона красивая. Поэтому мы начинаем вязать второй ряд. И второй ряд мы уже будем вязать по рисунку, по сформированной в предыдущем ряду резиночке один на один. Кромочную снимаем и в дальнейшем запомните, что первую петлю мы будем снимать непровяланной, последнюю я буду вязать изнаночной петлей. Для того, чтобы у нас по бокам была красивая ровная кромочная косичка. Итак, первую сняли, следующая у нас идет лицевая. Над лицевой так и вяжем лицевую петлю. Дальше изнаночная, над изнаночной я вяжу изнаночную. Лицевая над лицевой, изнаночная над изнаночной. И уже вяжу получается по рисуночку. Связав второй ряд резиночки один на один, нам нужно будет связать еще 7 рядочков. То есть в общем количестве 9 рядочков. И затем, после того, как мы свяжем высоту резиночки, мы перейдем на основной узор. Связали 9 рядочков. И теперь начинаем формировать первый ряд рапорта узора в высоту двойной жемчужной вязки. Кромочную снимаем. Дальше у нас идет лицевая петля. И над лицевой вяжем изнаночную петлю. Дальше у нас идет изнаночная петля. Мы над ней вяжем лицевую петлю. Итак, и продолжаем чередовать изнаночная лицевая петля. Но уже получается в соотношении к резинке один на один в шахматном порядке. Над лицевой петлей вяжем изнаночную петлю целый ряд. А над изнаночной петлей вяжем лицевые петли целый ряд до конца. Кромочная петля у нас, как всегда, изнаночная. Второй, четвертый, шестой, восьмой ряд и все последующие четные ряды мы будем вязать по рисунку, как ложатся петли. Кромочную первую петлю снимаем, дальше у нас идет по рисунку лицевая. Так и вяжем над лицевой петлей лицевую. Дальше у нас идет изнаночная петля, над изнаночной вяжем изнаночную. Итак, продолжаем чередовать лицевая и изнаночная петля по рисунку. При этом у нас уже получается второй ряд в шахматном порядке, сейчас провязывается по соотношению резинки 1х1, связанной ранее. Последняя кромочная петля у нас изнаночная и разворачиваем на третий ряд. Третий ряд мы сейчас также будем вязать резиночку 1х1 с чередованием лицевая и изнаночная, но, опять же, со смещением в шахматном порядке. Кромочную снимаем, дальше у нас идет изнаночная петля, мы над изнаночной вяжем лицевую. Дальше идет лицевая петля, мы над лицевой вяжем изнаночную. Итак, и продолжаем чередовать лицевая и изнаночная петля по соотношению к предыдущим двум рядам в шахматном порядке. Над лицевой вяжем изнаночную петлю, а над изнаночной петлей вяжем лицевую петлю. Итак, чередуем до конца третьего ряда. То есть, смотрите, мы, получается, связали резиночку 1х1 в высоту. И сейчас у нас в этом ряду петли должны совпадать с этой резиночкой 1х1 по вязанию. То есть, первая у нас была кромочная, дальше шла лицевая. И здесь тоже первая кромочная, дальше лицевая. Снова изнаночная лицевая, изнаночная лицевая. Так у нас сейчас идет в третьем ряду по соотношению к резинке 1х1, которая связана ранее. Сейчас идет такой же узорчик. И самое главное вам запомнить, что, смотрите, первый, третий, пятый, седьмой, девятый ряд, то есть, все нечетные ряды, мы делаем смещение на одну петлю. Чередуем то лицевая петля изнаночная, то изнаночная лицевая. То есть, делаем смещение в шахматном порядке резиночку 1х1. А каждый четный ряд, второй, четвертый, шестой, восьмой ряд, изнаночный ряд, вяжем по рисунку, который сформировали в лицевом ряду. То есть, у нас, как бы, получается, фактически мы вяжем ту же самую резинку 1х1, но по два ряда в шахматном порядке. И вот таким вот образом мы будем вязать узор двойной жемчужной вязки до тех пор, пока нам не нужно будет закрывать проймочки под рукавчики. То есть, смотрите, сейчас мы довяжем четвертый ряд, четный ряд, и у нас рисуночек пойдет снова повторяться с первого ряда, который мы начали вязать после резиночки 1х1. То есть, с первого вот этого ряда. Четвертый изнаночный ряд, это последний ряд раппорта узора в высоту двойной жемчужной вязки. Над изнаночными вяжем изнаночные петли, над лицевыми петлями вяжем лицевые петли. При этом, первую кромочную снимаем не провязанной, последняя у нас петля изнаночная. Довязали четвертый, последний ряд раппорта узора в высоту, и сейчас у нас пятый ряд по счету от формирования узора. И мы его начинаем вязать с первого ряда, повторяя. Кромочную снимаем, дальше над лицевой вяжем изнаночную петлю, а над изнаночной, следующей петлей, вяжем лицевую петлю. И так продолжаем чередовать изнаночная и лицевая до конца пятого ряда. Затем в шестом ряду мы как бы закрепим, свяжем по рисунку. В седьмом ряду мы поменяем рисунок, повторим, как вязали третий ряд. То есть уже над изнаночными будем вязать лицевые петли, а над лицевыми изнаночные петли. И вот таким вот образом у нас будет повторяться вот этот рисуночек. Это мы сейчас с вами начали вязать спинку. Она самая, пожалуй, простая. И вот с нее как раз таки мы начали. И сейчас смотрите, продолжив вязать пятый ряд по рисуночку. Вот сейчас вот как мы сформировали в начале пятого ряда, повторили за первым рядом. Затем в седьмом ряду вы снова поменяете в шахматном порядке узорчик. И вот таким вот образом будете вязать по два ряда. В каждом лицевом меняю узор, сдвигая на одну петлю в шахматном порядке. От начала вязания наборочной косички до начала закрытия проймочек нам нужно связать 20 сантиметров. То есть это расстояние до подмышки, в общем, до того момента, когда мы будем уже формировать рукавчик. Вот. Если вы хотите размер подлиннее, ну то есть вы, если считаете, что от ручки до, скажем так, длинной жилетки вам мало 20 сантиметров, то можете довязать еще пару сантиметров таким же узорчиком. Самое главное, что вам нужно будет запомнить, скажем, или просчитать количество рапортов, сколько вы связали на спинке до закрытия проймы, для того, чтобы вам проще потом было ориентироваться, сколько вязать на перед. Мы с вами провязали резиночку один на один и связали 11 рапортов узора в высоту же мчужной вязки. В итоге у нас получилось от начала вязания до закрытия проймочек 20 сантиметров. Обратите внимание, что у меня рабочая ниточка с левой стороны, и я нахожусь в начале лицевого ряда. Это у нас первый ряд, получается, рапорта следующего. Соответственно, в каждом лицевом ряду мы продолжаем делать сдвиги рисуночка на одну петельку вперед, то есть в шахматном порядке. И параллельно будем закрывать 4 петли для проймы в начале лицевого ряда. Кромочную снимаем, дальше у нас идет лицевая петля. Мы меняем ее на изнаночную и кромочную петлю переодеваем на эту изнаночную. При этом спускаем полностью со спицы одну петлю. Теперь следующая у нас идет изнаночная. Мы вяжем ее лицевой и предыдущую петлю одеваем на эту лицевую. Таким образом, мы закрыли уже 2 петли. Затем у нас идет лицевая, мы вяжем ее изнаночной и перекидываем на нее предыдущую связанную петельку. Закрыли 3 петли. И снова у нас идет изнаночная, мы вяжем ее лицевой и перекидываем на нее предыдущую петлю. Все, мы закрыли первые 4 петли в начале ряда и дальше продолжаем вязать над лицевыми изнаночные петли, а над изнаночными лицевые, как мы бы вязали в начале, в первом ряду рапорта. То есть делаем сдвиг в шахматном порядке чередование лицевая и изнаночная, как мы делаем в каждом лицевом ряду, до абсолютно конца ряда. В конце ряда последняя петля у нас кромочная, как всегда изнаночная. Повернув на изнаночный ряд, в начале изнаночного ряда нам также нужно закрыть первые 4 петли, как мы сделали в начале лицевого ряда. И так как изнаночный ряд у нас вяжется по рисунку, то мы будем вязать по рисунку и закрывать параллельно 4 петли. Кромочную снимаем непровязанной, дальше вяжем лицевую над лицевой и на нее перекидываем кромочную петлю, спускаем полностью со спицы. Дальше у нас идет изнаночная, вяжем изнаночную и на нее переодеваем предыдущую петлю. Закрыли 2 петельки, затем лицевую над лицевой перекидываем на нее предыдущую петлю, третья петелька закрыта. И изнаночная над изнаночной перекидываем петлю, четвертая петля закрыта. Все, нам лишь остается до конца ряда довязать полностью все петельки по рисунку, то есть лицевые вязать над лицевыми, а изнаночные над изнаночными до конца этого ряда. Теперь у нас кромочная петля, вот она, поэтому я буду вязать ее продолжать, как и все кромочные до этого, последние петли ряда изнаночной. А вот эта петелька у нас теперь будет первая петля ряда и последняя петля ряда в лицевом ряду. То есть точно так же я буду вязать ее изнаночной, то есть все как делали до этого с кромочными петельками. То есть вот эти последние петли у нас после закрытия теперь считаются кромочные. соблюдаем чтобы они были красивыми ровными косичками вот такие ровные края очень удобно будет нам сшивать довязав до конца изнаночный ряд разворачиваем на лицевой что мы видим с каждой стороны мы закрыли по 4 петельки при этом на спинке мы закрыли в начале лицевого ряда 4 петли и в начале изнаночного следующего ряда 4 петли этого более чем достаточно для проймочек еще мы точно также аналогичным образом закроем на передней стороне нашей жилеточки по 4 петли и этих 8 петель с каждой стороны будет более чем достаточно для того чтобы красиво обработать внешний вид скажем так рукавчика теперь нам остается лишь эти петли продолжать вязать таким же узором как вязали до этого двойной жемчужной вязкой до тех пор пока от начала вязания у нас не будет высота 30 сантиметров то есть мы провязали 20 сантиметров до закрытия проймочек и сейчас нам самостоятельно нужно будет связать еще 10 сантиметров высоты такого же красивого узора а затем мы с вами закроем петельки для горловины на спинке для того чтобы при обработке горловины не топорщилась скажем так это обвязка на спине провязав высоту 30 сантиметров нам теперь нужно закрыть петельки для горловинки для этого отсчитываем 12 петелек справа 12 петелек слева и находим центральные 25 петель вот сейчас как раз таки мы их и закроем и для начала мы кромочную снимаем затем провязываем еще 11 петель по узору утонки то есть со смещением над изнаночной вяжем лицевую а над лицевой изнаночной это три петли 4 5 6 7 8 9 10 11 и 12 затем вяжем изнаночную над лицевой и над изнаночной и над лицевой изнаночной и теперь переодеваем изнаночную на провязанную лицевую закрыли одну петлю дальше над лицевой вяжем изнаночную и протягиваем предыдущую на нее петлю над изнаночной вяжем лицевую и предыдущую петлю протягиваем на нее над лицевой изнаночную и предыдущую протягиваем то есть смотрите мы Мы перетягиваем как бы предыдущие провязанные на последующие каждую петельку, закрывая тем самым 25 центральных петель. То есть у нас должно по идее остаться 12 провязанных петель 2, 4, 6, 8, 10, 12. И с другой стороны у нас должно остаться недовязанных, недозакрытых 11 петель и 12 вот эта рабочая, которой мы закрываем. Итак, мы провяжем дальше до конца со смещением по рисунку и перетягивая предыдущую петлю на последующую провязанную. И при этом мы не нарушая узор делаем смещение, провязывая над лицевой изнаночную, а над изнаночной петлей лицевую петлю и параллельно делая закрытие петель. Я сейчас уже не считаю, а просто закрываю центральные петли самым простым способом. Ну, я, по крайней мере, считаю, что это простой. Можете закрыть каким-то любым другим способом на ваше усмотрение. Можете провязывать по пар на две. Но, честно говоря, мне так кажется более красивее тем, что не нарушается узор двойной жемчужной вязкой, который мы вязали до этого. И так гораздо, как по мне, то получается красивее. И сейчас я посчитаю, сколько петелек нам останется еще закрыть. Должно остаться 11, 2, 4, 6, 8, 10, 11. Двенадцатая петля у нас рабочая, поэтому закрываем еще три петли. Один изнаночную вяжу, перетягиваю на нее, и лицевую вяжу, перетягиваю на нее. И еще раз пересчитаю. 2, 4, 6, 8, 10, 11. И двенадцатая рабочая петля. Поэтому я до конца ряда довязываю со смещением по рисунку над лицевыми. Изнаночную петлю вяжу, а над изнаночной петлей лицевую. Вот так вот до конца ряда довязываю оставшиеся 11 петелек. Последняя петля кромочная у нас изнаночная. Вот так вот. И теперь смотрите, закрыв петельки, у нас получается по 12 петель с каждой стороны центральной 25 закрытой. И еще нам для того, чтобы как бы закруглить горловину, нам нужно провязать еще по сторонам, скажем, с внутренней стороны от этих закрытых петелек по одной петле сокращения два раза. Поэтому разворачиваем на изнаночный ряд и вяжем первую часть, скажем так, будем называть уже это первое плечиком. Кромочную снимаем, дальше вяжем все петельки по рисунку. Лицевая над лицевой, изнаночная над изнаночной, как мы вяжем всегда изнаночный ряд, то есть по рисунку. Все петли провязываем и поворачиваем, не довязывая те петли, то есть разворачиваем первое плечико обратно на лицевую сторону. Вот так. И теперь мы, независимо от того, какие у нас петельки находятся после вот этой кромочной, будем ее называть крайней петли, мы эту петлю, первую и вторую, вместе вяжем одной лицевой, тем самым сокращая одну петлю с краю. Теперь со смещением вяжем над лицевой, изнаночную петлю, над изнаночной, лицевую, над лицевой, изнаночной, над изнаночной, лицевую и так далее. Со смещением вяжем узор путанка на лицевом ряду до конца плечика, довязываем по рисунку со смещением. Мы сократили одну петлю, поэтому у нас уже здесь 11 петель. Разворачиваем на изнаночный ряд, и изнаночный ряд вяжем по рисунку. Кромочную снимаем, дальше лицевая над лицевой, изнаночная над изнаночной, до последней 11 петельки с изнаночного ряда. То есть мы пока, обратите внимание, вяжем только одно плечико. Последнюю я вяжу изнаночную и разворачиваем снова на лицевой ряд. С лицевой стороны мы снова, независимо от той второй петельки, какая у нас, две петли первые вяжем вместе одной лицевой. Вот так. Я вяжу за дальнюю стеночку, чтобы мне было удобно. И надо не захватывать никакие петельки с внутренней стороны. То есть вот так вот, аккуратненько связали две вместе, одной лицевой, и дальше по рисунку со смещением довязываем остальные петельки. У нас сейчас после убавления осталось всего 10 петель. Сейчас мы пересчитаем с вами, поворачиваем на изнаночную сторону и смотрим. 2, 4, 6, 8, 10. Все, 10 петель осталось. Мы вяжем по рисунку 10 этих петельок оставшиеся. И можете по желанию перенести эти 10 петелек на булавочку, либо дополнительную спицу. Можете взять одну из тех спиц, которые мы брали, скажем так, для дополнительной функции, то есть на чулочные спицы, чтобы вам эти 10 петелек не мешали. Теперь берем с другой стороны и точно так же нам нужно будет связать два раза по убавлению, вот здесь вот с этой стороны, с внутренней, и связать буквально несколько, скажем так, рядочков для того, чтобы закруглить с другой стороны. И сократить еще две петли для того, чтобы оставить 10 петель для второго плечика. С этой стороны нам ниточка уже не нужна, поэтому мы можем ее отрезать. Хотите, можете оставить буквально небольшой кусочек для того, чтобы шить нам вот эти открытые петельки. Рекомендую вам оставить их открытыми, не закрывать. Мы потом открытые петли спереда и со спинки сошьем вместе благодаря ниточке, которую оставим. Я советую вам оставить где-то сантиметров 30 и отрезать ниточку. Я думаю, что этого будет вполне достаточно для того, чтобы сшить вот эти открытые петли. И так как мы уже провязали один лицевой ряд, мы разворачиваем на изнаночный ряд и будем делать убавления с изнаночного ряда. Также для того, чтобы вот здесь вот косичку красиво поправить, я предлагаю вам взять крючок и сквозь первую петлю косички убавления протянуть последнюю петлю. Вот эту. Либо же вариант номер два. После того, как мы отрезали ниточку, прикрепить ее вот здесь в начале косички, я не переодевая на дополнительную спицу или булавочку продолжаю вязать этой же спице. Вот так вот одеваем ее сверху и вместе с первой вот этой вот нашей петлей мы вяжем изнаночную. Так как это изнаночная сторона и мы должны все вязать по рисунку. То есть это по желанию. Хотите, можете эту изнаночную просто перекинуть. Вот так. То есть вот таким вот образом мы как бы закрепили ниточку. Теперь эту первую петлю снимаем. Дальше у нас идет лицевая. Мы так и вяжем ее лицевой. Изнаночную над изнаночной, лицевой над лицевой. То есть изнаночная сторона у нас по рисунку, так и продолжаем вязать ее по рисунку. Ничего не меняем. Кромочная последняя петля у нас изнаночная. И разворачиваем на лицевой ряд. С лицевой стороны нам последние две петельки нужно провязать вместе одной петлей. Поэтому вяжем первые 10 петелек со смещением. То есть как лицевой ряд мы вяжем над лицевыми изнаночные петли, над изнаночными лицевые петли. Для того, чтобы сместить шахматном порядке наши петельки. До двух последних петель. Итак, лицевая вяжем изнаночной, а две последние петли, независимо от узора, вяжем лицевой петелькой. То есть вот так вот заводим за последнюю петлю и предпоследнюю последнюю вяжем вместе одной лицевой петлей. Вот так. Разворачиваем на изнаночную сторону. Первую петлю снимаем непровязанной. Дальше вяжем по рисунку. Лицевую и изнаночную чередуем. Как ложатся петельки, так и вяжем. Кромочная петля у нас изнаночная. И разворачиваем на лицевой ряд. На лицевом ряду нам снова нужно будет еще раз убавить одну петельку. Поэтому две последние петли мы провяжем вместе. А пока вяжем ряд лицевой со смещением. Изнаночные петли над лицевыми и лицевые над изнаночными. Последние две петли я вяжу вместе одной лицевой петелькой. Убавив тем самым вторую петлю и у нас остается всего лишь 10 петель, как и на первом плечике. Но чтобы у нас были одинаковые плечики, нам нужно довязать еще по рисунку изнаночный ряд. Для этого первую кромочную снимаю петлю с убавлением. И дальше довязываю все петли по рисунку, как ложатся петельки. Как всегда мы вяжем четный изнаночный ряд по рисунку. Кромочная, изнаночная. Все, мы довязали наше закругление. Сейчас я вам покажу, как оно должно выглядеть. Вот так вот. Вот эту ниточку нам нужно спрятать, чтобы она нам не мешала. По желанию можете ее вязать потом. Можете вот здесь вот нашу косичку спрятать крючочком. То есть, чтобы она нам не мешала закрепить ее. И точно так же оставить можно, скажем так, ниточки для сшивания плечевого скоса. Тоже сантиметров 30-40 можно оставить с другой стороны. И вот этими ниточками мы будем ниточками пришивать плечевые швы делать. Сшивать перед и спинку. Вот так. И все, спинка наша готова. Можете перенести на булавочку. Петельки открытые. Можете перенести на две спицы. На одну спицу и так далее. То есть, в принципе, наша спинка готова. Все. Вот так она должна у вас выглядеть. Остались ниточки для пришивания бокового шва. И остались ниточки для того, чтобы сшить плечевые скосы. Все. И до встречи во второй части, где мы с вами будем вязать переднюю сторону жилетки. Редактор субтитров А.Семкин